Губернатор Югры сравнила отказ от ношения средств индивидуальной защиты с распространением наркотиков. Представители контрольных ведомств, в свою очередь, с сожалению, отметили, что в последнее время количество тех, кто нарушает меры безопасности, выросло. В каких общественных местах жители региона чаще всего забывают об антиковидных правилах? Почему Роспотребнадзор просит полицию помочь в контроле за некоторыми югорчанами и за кем именно, знает Мария Ливаняна? Югорчане стали чаще пренебрегать мерами антиковидной безопасности. Об этом рассказала руководитель окружного Роспотребнадзора Майя Соловьёва. Главный санитарный врач автономии отметила, что снижается прирост заболеваемости. Однако это связано с тем, что в праздники жители меньше обращались в больницы. Поэтому расслабляться и снимать средства защиты ещё рано. К тому же в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. По округу при анализе использования населения мер профилактики произошло снижение удельного веса людей, использующих маски в целом до 84% с 89%. Геническую обработку рук проводили 90%, это меньше, чем на 53 недели. Соблюдали режим дистанцирования 49,4%, это чуть выше, чем на 53 неделе предыдущая. И пользовали антисептиком для рук 54%, это также существенно меньше, чем на двух последних неделях уходящего года. Губернатор напомнила, что пренебрежение правилами является основанием для наказания со стороны закона. Наталья Комарова сравнила отказ от ношения масок с распространением наркотиков. Ведь в обоих случаях риску подвергается здоровье и жизнь окружающих. Употребление наркотиков – это колоссальный вред здоровью, опасная, смертельная опасность. И те лица, которые занимаются распространением наркотиков, совершают тяжкое преступление и несут соответствующей высокой степени ответственности. Когда мы не надеваем маску, а это первое требование, при установлении на той или иной территории факта эпидемии пандемии, мы являемся распространителями угрозы здоровья для других людей. Полицейские совместно с Роспотребнадзором продолжают проводить проверки в муниципалитетах округа. Наталья Комарова попросила помимо выхода в общественные места также отслеживать и сообщения о нарушениях в социальных сетях. Подобные посты пользователи публикуют довольно часто. Начальник регионального МВД Дамир Сатридзинов в свою очередь рассказал, где за последнюю неделю правоохранители фиксировали нарушения чаще всего. За нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты составлено 782 административных протоколов. На объектах торговли составлено 706 протоколов. На объектах общественного транспорта 30 протоколов. На объектах общественного питания 3 административных протокола. И в иных общественных местах 43 административных протокола. Руководитель регионального Роспотребнадзора попросила Управление внутренних дел помочь в отслеживании тех, кто приезжает в округ и за границы. Она отметила, что многие жители Хмао в новогодние каникулы отдыхали за рубежом. Проконтролировать их состояние сейчас очень важно, потому как они могут завести в Югру новый штамм коронавируса. Мария Ливанян, Сургут Интерновости.